всем привет здравствуйте мы начинаем наш прямой эфир тема у нас сегодня моделирование будем моделировать супер классным молочным гелем сегодня я хочу поработать без опила сделать наготов максимально быстро чтобы мы успели с вами еще и дизайн выполнить так что все вопросы которые у вас по эфиру будут возникать пишите их пожалуйста в комментариях и после эфира я обязательно отвечу на все возникшие вопросы разворачиваю камеру так это гель которым мы сегодня будем работать супер молочный soft milk white гель и акригель milk по сочетаем сегодня два материала акригель и гелевую систему доброго дня всем да здравствуйте так а теперь расскажите как нам фильтр 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 вот здесь сейчас девочки секунду меня тут подговорили с розовыми волосами а теперь где у меня дома не знал где наверное так получилось да так напишите пожалуйста отключился ли фильтр все ли видно девочки видно слышно и начинаем я подготовила ноготок один так давай чуть повыше подготовила ногтевую пластину убрала длину для постановки формы и выполнила обработку аппаратную следующим этапом мы ноготок обезжириваем при помощи евроклинсера обезжирили тщательно для дополнительного обезжиривания используем nail prep наносим полностью на всю ногтевую пластину и даем ему время на то чтобы подсохнуть nail prep испаряется на воздухе не требует не требует просушки в лампе далее наносим ультрабонд ультрабонд это грунтовочный препарат это праймер тонким слоем без нахлёстов буквально двумя движениями третьим прохожусь по торцу ультрабонд подсушиваем на воздухе в течение минутки хотя бы необходимо подсушить еще раз показываю сегодня будем моделировать при помощи soft milk гель и при помощи акри гель milk смотрите вот такой молочный цвет очень плотный классные хочется мне сегодня сделать без цветного покрытия сразу на этом фоне на этой подложке выполнить дизайн так у нас подсох ультрабонд я наношу сейчас бейс гель сегодня использую именно бейс гель из гель лаковой системы потому что буду работать без опила и у нас будет промежуточный этап когда нам нужно будет обезжирить ногтевую пластину и чтобы не опиливать ее всю полностью по поверхности я взяла бейс гель из лаковой системы подсушиваем буквально в течение 30 секунд и пока у нас подсыхает база мы подготовим форму форма одноразовая на липкой основе чрезмерное длинение по линии перфорации я убираю подклеиваю окошечко для жесткости снимаю форму и разрезаю ее по перфорации форму разрезали предварительно перед постановка форму я ее немножечко скручиваю фиксирую поперечный изгиб давай ручку и начинаю установку формы форму скручивая не разжимая изгиба завожу сначала под углы а потом вставляю середину таким образом у меня форма хорошо плотно прилегает с внутренней стороны к ногтевой пластины и не образует зазора и ступеньки далее разворачиваю ноготок по боковой оси и склеиваю соединяя нижние боковые части формы стык в стык контролирую капельку в торце и выполняю заужение формы от ногтевых ростов фиксируя форму снизу с внутренней стороны поджимаю форму заужаю ноготок будем моделировать с вами сегодня миндалевидный поэтому форму установили в легкий наклон для формирования хорошей стрессовой зоны правильной и еще чуть-чуть поджимаю форму далее мы будем выполнять с вами удлинение при помощи акригель milk нам понадобится очищающий спрей в крышечку его себе припасла апельсиновая палочка делаю выкладку смочили набираю небольшое количество акригеля для выкладки свободного края такую горошину набрали и выкладываю в торец присоединяю пристыковываю к ногтевой пластине определяю себе длину в центре хочу такой достаточно длинный ноготь что в центре распределяю могу подтащить немножечко вот подтоптаться по по стрессовой зоне растянуть акригель материал жесткий материал хорошо стоит поэтому в стрессовой зоне перекрывать акригелем очень ну во первых и удобно и достаточно прочная получается моделирование подтягиваю акригель к в ростом ногтевым сразу чуть-чуть запасе com восстанавливаю боковую параллель стараюсь тоненько выложить подложку так аналогичным образом приступаю к моделированию с другой стороны по боковой поверхности также выстраиваю с небольшим запасом на пил боковую параллель прям аккуратненько вот так в росту ногтевому подтягиваю материал к свободному краю толщину прям вот на нет палочкой свожу чтобы у нас в торце не было толщины так как опилим мы с вами свободный край после просушки буквально для того чтобы форму откорректировать протягиваем из кадра выхожу спасибо ты можешь а ты не можешь включить включен да хорошо все вернулась в кадр тысячекратно извиняюсь подтянула подтянула смотрите мы в принципе и продольный изгиб вот стрессовой зоне в стыке видите боком если я разверну мы наполнили и выложили максимально аккуратно выложили свободный край смоделировали перед просушкой обязательно форму я контролирую поджимаю еще раз и сушу акригель при необходимости когда ложа трапециевидная при необходимости в зоне ногтевых ростов можно пальчиками взять зафиксировать и поджать пока он горячий его можно зафиксировать после 30 секунд просушки это можно сделать и досушить еще немного так это у нас soft milk white гель который мы будем выкладывать архитектуру и для удлинения мы взяли давай еще досушим акригель milk в качестве подложки мы его используем время полимеризации две минуты для поджатия давай я покажу если у вас ноготок трапециевидные у клиенты можно зафиксировать пальчиками буквально вот упереться во в рост и ногтевые и подержать немножко как только акригель остывает он в этом положении у него фиксация остается и он заужается давай еще 30 секунд и будем снимать форму сегодня у нас такой вариант экспресс моделирования быстрый именно soft milk я выбрала не случайно во первых он очень классно выравнивается он сама моделируется он имеет хорошую пигментацию такую молочную основу очень классную под дизайн поэтому когда у вас нет времени либо вы есть необходимость его сэкономить очень сильно можно выполнить моделирование максимально без опила так ноготок у нас подсох форму мы снимаем все два вот чуть-чуть я вот так наклоню это немножко ракурс мне не нравится еще секунду снимаем форму нажали с одной стороны с другой как только форма хорошо отошла от свободного края смоделированного значит она высохла видите все на форме следов не осталось значит материал у нас хорошо и качественно просох с внутренней стороны в том числе следующим этапом я придам форму свободному краю не выкладывая пока не выстраивая архитектуру беру пилочку для искусственных ногтей возьму белую она помягче 100 на 180 единиц выравниваю боковые параллели понятно да сейчас почему я для базового покрытия выбрала именно гель-лаковую базу так как мы сейчас после опила снимем дисперсию и у нас нет необходимости опиливать в зоне кутикулы по всей поверхности ноготок ведь в этом плане конечно гель-лаковая база очень удобная в работе придаю форму свободному краю выполняю заужение выравниваю боковые параллели соединяю свободный край боковую параллель искусственного ногтя с натуральным чтобы у меня в зоне ногтевых ростов не образовывалось ступеней зазоров эта линия должна быть чистая и абсолютно ровная так развернем ручку сейчас я выйду на секунду из кадра по фронтальной оси посмотрю на заужение свободного края на симметричность и можно при желании если вы видите что у вас по торцам немножко разница толщина так как мы немножко подобрали длину естественно толщина у нас открылась можно снять дисперсию а потом подпилить совершенно спокойно так подтянула все убираем опил с внутренней стороны также подчищаем обезжириваем ногтевую пластину по поверхности в зоне где у меня есть акригель я прошла пилочкой легко буквальном несколько движений полностью убираю пыль чтобы поверхность у меня была чистая с внутренней стороны также и приступаю к моделированию уже непосредственно сейчас пыль убираем приступаем к моделированию при помощи soft milk white гель работаю сейчас у меня под рукой четверка кисточку лепесток моделировать будем в два этапа сначала наполним зоне кутикулы по боковым поверхностям слегка дополним продольный изгиб и вторым этапом уже полностью всю архитектуру и толщину нужную нам дополним набирая небольшое количество материала выгружаю в центре подталкиваю кутикуле сейчас это делаю с небольшим отступом алис не ушла из кадра видно все нормально хорошо с одной стороны аналогичным образом подтолкнула вернулась подтолкнула вернулась дохожу до боковой поверхности смотрите тоже прям вот до самого края не дотягиваю чтобы материал у меня не стекал я распределю его сначала по поверхности прям стягиваю кисточкой теперь беру каплю и добавляю немного в центр сейчас может вообще с вами один раз наполним и этого нам будет достаточно красивый такой молочный очень цвет нежный получается хорошая основа стягиваю просто дополняю туда где я вижу ямочку где мне не хватает переворачиваю ноготок переворачиваю сцентров в перевернутом положении уже давай повыше то я уже прям легла на стол разверни мне даже кисточка не помещается так разворачиваем еще раз подтягиваем бока также смотрите так как я не доводила до до кутикулы и бока не опускала чтобы мне материал не подтекал после того как я его распределю по поверхности видите сразу он такой гладкий вообще выравнивается самого выравнивается просто божественно пока подержим в перевернутом состоянии я беру линеарную кисточку на линеарку буквально небольшую капельку набираем и в зоне кутикулы так как мы не будем с вами выполнять покрытие я пододвину гель немножечко подтянул максимально поближе и также опущу его к боковым линиям перевернем еще разочек с центруем проконтролируем и будем сушить так как пилить мы сегодня приняли решение что пилить мы не будем выравниваем максимально под телефоном конечно не очень удобно но я постараюсь так контролирую изгиб продольный разворачиваю смотрю наполненность материала смотрю в центре то никак вот здесь сейчас секунду все фактически у нас ноготок готов мы сейчас его просушим и смело можем приступать к дизайну к выполнению дизайна сушим soft milk white гель очень классно смотрится на нем декорации можно не перекрывать цветом мне сегодня хочется яркого вот такие декорации я выбрала для моего дизайна яркие краски такой нил дресс ноготок подсыхает и мы продолжим с вами работу так 30 секунд нам недостаточно нужно еще немножко просушить так если есть пока вопросы девочки напишите чем отличается евроклинсер от nail prep а евроклинсер это обезжириватель он снимает дисперсию убирает липкий слой с ногтевой пластины с поверхности до с гель-лака мы снимаем дисперсию с геля и так далее и обезжириваем ноготок nail prep это дегидротант он подсушивает он выводит остатки влаги он предназначен именно для натурального ногтя для работы по натуральному ногтю для того чтобы подсушить особенно актуально если клиентов гипергидроз влажная ногтевая пластина влажная кожа можно по коже пройти для дополнительного подсушивания под классические моделирование под классическое нам конечно нужно чтобы ноготки были более сухие посмотрите вот такой получился ноготок шикарно смоделировался хороший блик нет необходимости такие ногти пили да то есть на а пили мы время свое очень сильно сэкономили далее я беру слайдер то и покрывая ногтевую пластину для того чтобы выполнить на нем дизайн сразу не обезжиривая не снимая дисперсии не опиливая дополнительно наношу слайдер растягиваю его достаточно тонким слоем чтобы не добавлять толщину протягиваю и отправляю в лампу на 30 секунд сушим евроклинсер это обезжириватель вам нужно ногтевую пластину если вы на этапе моделирования находитесь натуральный ноготь нужно обязательно обезжирить перед работой и в процессе когда мы выполняем работу например вы работаете с опилом для того чтобы снять липкий слой и не забивалась как минимум пилочка у вас необходимо обезжирить перед опилом это такая ну скажем так технология до один из технологических этапов сегодня хочу сделать волны подготавливаю вырезаю их примерно nail prep это дополнительное подсушивание он не может заменить евроклинсер то есть эти два скажем так 2 2 2 жидкости два средства они не заменяют друг друга вы можете nail prep а если ногти у клиента свои сухие можно nail prep а мне пользоваться но для дополнительного скажем так для дополнительной просушки для для дополнительного этапа мы всегда его используем эфир обязательно сохранится конечно примеряю сразу на ноготок сейчас немножко подвину посмотрю как он ляжет так пинцет мне нужен и вода буквально водичку мочили очень быстро растворяются и снимается потом с подложки так как верхнюю часть я вот таким образом буду размещать под кутикула я немного подкругляю сразу по форме не люблю потом убирать новая ручку выдвигаю прям над ногтевой пластиной и фиксирую волну это очень тонкий классно ложится очень хорошо распределяется растягивается можно подтянуть завернуть его приподнимаю немножечко отодвигаю кутикулу для того чтобы у меня слайдер лег прямо максимально под кутикулу девочки полигель и акригель это по сути одно и то же только разные названия по составу по своему и материал это один и тот же с разными названиями у кого-то он называется полигель у кого-то он называется у производителей акригель у нас акригель называется это единственная разница между материалами смотрите распределили вот таким образом немножечко я подсушу его буквально там в течение пяти секунд для того чтобы подобрать с торца обязательно с торца нужно шлифовщиком убирать 100 на 180 единиц шлифовщик я беру и мягкой стороной давай подсушили и мягкой стороной убрали следующим этапом сейчас у меня здесь немножко гель вышел подтяну его смотрите следующим этапом все мы наносим ультрабонд сверху для фиксации дополнительные слайдера тоже буквально в два движения по ногтевой пластине нанесли немного дали ему подсохнуть и сверху покрываем слайдер топом слайдер топ тоже тоненько не нужно нам большую толщину здесь выстраивать прям тонко-тонко можно растянуть по поверхности финишное покрытие смотрите можно выполнить и вельветом и ультрашайном сразу перекрыть то есть эффект которого вы хотите достигнуть уже смотрите скажем так на свой на свой вкус так если крошечки тоже все убираем чтобы финишном покрытие у нас видно ничего не было так юля есть под рукой импаста какая-нибудь цветная это мне под подволны несколько штук давай неоновую что дополним сейчас импастой и будет супер классно подсушиваем слайдер топ я все-таки сделаю матовое покрытие вельвет топ гель спасибо так ну и тут не импаста прилетела соседнего столика да то что было да что было пая голубая есть юля тебя там прям не хватает голубой под волны пожалуйста пока мы подсушиваем можно заменить база нет такого в нашей стране слайдер топ принципе да можно заменить базой только хорошо просушивайте потому что все-таки у базы дисперсия более более жирная чтобы у вас хорошо распределился слайдер хорошо подсушивается перекрывают топом вельвет финишное покрытие выполняем здесь уже прям также максимальная его люблю подтягивать под кутикулу чтобы у нас зоне кутикулы тоже не оставалось найти такой граница граница глянцевая то синий давай голубой в принципе беру просто на линеарную кисточку можно взять апельсиновую палочку так вот быстренько оттянуть отодвинуть кутикулу и буквально на носик набрали натянули на себя задний валик и прошли под кутикулой чтобы поверхность четкость под кутикулы было матовая вот так выглядит в глянце до перед просушкой и сейчас посмотрим матовый вариант так мне хочется внести немножко красок дополнить по матовому финишу буквально точечно можно сделать немножечко оживить наш дизайн давай ручку и матовое покрытие классно я очень люблю матовый топ очень классно смотрится и добавляем девочки тут вот ну просто на ваш вкус на ваше усмотрение как вам нравится в любом порядке знаете как как звезды любили скажем так мне вот так захотелось все предельно просто до максимально просто мы смоделировали при помощи милку от геля без запила слайдером разбавили все это и буквально такой знаете не замысловатый дизайн но он летний прикольно смотрится разбавили немножечко ну уж точечки это максимальная самое простое что можно да а смотрится очень классно и дополнили цветами в любом порядке как вам больше нравится захотите можно продублировать там дополнительной волной еще и подсушим подсушиваем сейчас немножко в другом ракурсе я света пущу покажу итоговый вариант можно также нанести масло для кутикулы так если у вас есть какие-то вопросы по эфиру пожалуйста пишите в комментариях спасибо большое но согласитесь быстро быстро просто без каких-либо заморочек и такое веселенько веселенько настроение добавляет излишки масла убираем что мы с вами сделали ноготок подготовили маникюрить уже ничего не нужно поставили форму быстренько выложили акригелем milk просто подтянули по торцу форму и сверху без опила смоделировали milk white гель абсолютно простой дизайн но летний яркий вот такой ноготок у нас получился без опила с нормальной с хорошей толщиной сейчас слайдер уберем и стрессовая зона есть и ребра жесткости все на месте все присутствует и изгиб вот так спасибо всем большое за эфир жду ваши вопросы всем пока пока